привет всем с вами александра я буду делать расклад на неделю для тельцов я уже настроилась на свою колоду дроидов перетасовала карты сейчас я вытащу 10 карт 6 карт будут на неделю и 3 поясняющие или как совет от карт я надеюсь вам понравится эта колода она нежная и хорошо со мной говорит всегда три поясняющие почему я сказала 10 карт потому что в конце я вытащу карту из китайского оракула айчин ну чтож посмотрим что нам карты приготовили для тельцов первая карта туз чаш плохо вторая карта большой аркан уверенность третья карта вау влюбленные четвертая карта большой аркан шут что-то вы задумали или нет наоборот король жезлов сильный мужчина или женщина и луна да полны вы большими арканами и совет я вам покажу карты поближе они в экран не будут попадать двойка пентаклей тройка пентаклей и маг прекрасные карты вам выпали ну что ж начнем тельцы тельцы несмотря на то что это не любовные отношения чтение каждого здесь выглядит так все здесь пропитана чувствами вся неделя пропитана какими-то очень горячими и жгучими чувствами чувствами шансами может быть вторыми шансами знаете здесь интересное прояснение пояснение всех первых шести карт нам дают тройка и двойка пентаклей включая мага это мне говорит что такие энергии на как бы заднем плане связаны с чем-то что вы должны делать выбор и вы его так магически делаете или вы должны соединить какие-то две вещи несовместимые и вы их пока так удачно как-то так соединяете и способны работать вместе и быть таким мастером балансировки такой акт вы делаете что все выглядит знаете как организованно и я бы сказала честно даже может быть это у вас балансировка любви какой-то может быть между сыном и мужем я не знаю так тоже иногда бывает потому что здесь много чаш и есть король жезлов такой очень горячий решительный человек который поддерживает вас в любую минуту вашей жизни и у которого всегда есть на готове план б а здесь выглядит так что здесь возможно даже и рождение ребенка потому что любовь и луна луна здесь может быть выполнять роль материнства женственности интуиции сочетание с влюбленными она может давать конечно рождение ребенка и еще чаш чаша туз чаш также к тому же фул или шут он тоже является ребенком то есть здесь очень-очень большой шанс что вы или зачатие ребенка произойдет или даже какой-то магический акт может быть вы примете ребенка какого-то в свою семью или может быть вы найдете в конце концов свою любовь или даже любимое дело потому что все эти чаши они такие вдохновение и искусство если мы посмотрим на умеренность карту которая во верхнем ряду она артистичная то есть она соединяет и что-то создает но я так поэтому решила что создание соединяет и что-то создает рядом с любовью и влюбленными и шутом и мужчина и мужской энергии жезлов и луной то это может быть соединяет и создает ребенка а балансировка происходит может быть среди внутри семьи потому что перебалансировка возможно если у вас есть другие дети уже ну что-то вы кого-то принимаете какое-то новое чувство или новую креативную идею в свою жизнь на этой неделе и вам это удачно удается удачно удается это слово ну да потому что маг в сочетании с умеренностью говорит о том что вы мастерски это делаете без всяких манипуляций здесь какие-то чистые такие чувства вот они рекой прям льются и выливаются на голову вот этому молодому шуту или молодому начинанию потому что выглядит так что у вас будет достаточно энергии на может быть и не на одну даже любовь а на две я бы так сказала но это такие довольно судьбоносные тоже потому что новая любовь может прийти также абсолютно новая потому что туз туз чаш в сочетании с шутом и влюбленными он может если мы перевернем немножко эти карты и историю другую создадим это конечно и еще туз король жезлов тут конечно совершенно однозначно может быть и то что вы найдете свою вторую половину очень даже может быть но луна говорит что используйте тогда интуицию у вас будет какое-то чувство я не знаю как они говорят здесь butterflies будет чувство будет чувство я забыла извините меня когда у вас трепетное какое-то чувство возрождается и у вас нет повода но вы думаете что да это мой человек это мой совершенно вы может быть его даже не знаете но вот есть у вас такое подсознательное какое-то тяга и этот человек может быть придет в вашу жизнь тоже что очень приятно я думаю если у вас нет его рядом с работой я бы не сказала что здесь что-то связано с работой если только вы в искусстве и у вас какой-то может быть произойдет прорыв или продажа какого-то вашего произведения искусства и вам принесет это счастье и другим людям принесет это счастье тогда это и будет возможно тоже разделение любви и вот эта тройка Пентаклей скажет о том что да вы работали на на что-то что приносит удовольствие как бы не только вам но еще и другим людям хорошее чтение мне нравится я рада за вас тельцы давайте посмотрим на китайский оракул из китайского оракул ай чинг выпадает карта двадцатый номер ну и карта двадцать состоит из двух частей три палочки наверху это ветер обозначают три нижние землю она называется размышление раздумывание размышления приносит перспективу это понятие какого-то вопроса или проблемы она говорит что ветер дует на высоте несмотря на то что возле земли спокойно и тихо то есть с высоты свежесть мысли приходит с высоты все видится яснее или как и большое видится на расстоянии потенциал для духовного развития так это карта называется ну хорошая карта используйте я рада я буду рада если я вызвала вас на размышления с вами была Александра и собачки так так и так Продолжение следует...